МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ничего святого! В Березняках и Соликамске объявились молодые люди, которые воруют из магазинов ящики для пожертвований. Не книгами едиными. В Центральной городской библиотеке судебные приставы провели прием граждан. Это новости на ТНТ. В студии Елена Вавилова. Здравствуйте! Начнем с шокирующего известия. В Березняках и Соликамске появились те, кто наживается на тяжело больных детях. Некие молодые люди воруют из магазинов ящики для пожертвований. Подробности у Евгении Кокшаровой. Нас к вам привела небольшая проблема, даже можно сказать беда. К нам в редакцию обратился координатор благотворительного фонда Доброта Сердец Виктор Попов. Фонд работает около двух лет. На его счету благотворительные марафоны, ярмарки и концерты. Все собранные средства идут на помощь тяжело больным детям. Также в торговых точках Березняков и Соликамска фонд установил ящики для благотворительных пожертвований. Но в один миг Доброта Сердец столкнулась с человеческой наглостью и беспринципностью. Вот в последнее время эти ящики начали активно пропадать из магазинов. Их воруют. Хочется обратиться к жителям городов. Пожалуйста, не воруйте. Эти деньги собираются действительно для помощи нуждающимся. Одна из торговых сетей предоставила видео с камеры наблюдения. С этого ракурса сам ящик незаметен. Он находится за этой белой стеной. Сейчас вы видите, что возле ящика стоят два молодых человека в капюшонах. Вот один из них тянется к ящику, вырывает его, и молодые люди срываются с места. Переполошившемуся персоналу не удается догнать бессовестных воришек. Всего в Березняках было похищено пять ящиков. В Соликамске – три. Это вообще ужасно, если честно. Люди, которые делают какие-то пожертвования, эти деньги идут на лечение детей. Допустим, моей дочери идут эти деньги. И как вообще у людей поднимается рука, вот на такое, это, не знаю, изрядово выходящее. У пятилетней Эльвиры тяжелая форма детского церебрального паралича. Малышка знает всего несколько слов и не может ходить. После дорогостоящего лечения в Челябинской клинике Эля научилась сидеть. Это большой прогресс, говорит ее мама Александра Исламова. Она надеется, скоро ее принцесса сделает первые шаги. Вот буквально через неделю-полторы мы едем в Екатеринбург лечиться. Деньги нужны и туда, и туда. И это лечение нам дает шанс, шансы дает, чтобы пойти, чтобы она у нас пошла. На одно только лечение в Екатеринбурге нужно 70 тысяч рублей. Фонд «Доброта-сердец» ежемесячно перечисляет семье Исламовых около 20 тысяч. На эти деньги родители Эли очень рассчитывали. Они не представляли, что какие-то нелюди могут поживиться за счет больного ребенка и украсть его шанс на нормальную жизнь. Теперь придется экстренно искать средства на поездку. Сейчас вы видите реквизиты счета и номера телефонов родителей Эли Исламовой. Сейчас им важен каждый рубль. Не знаем, как нам что-то переведется, не переведется в связи с таким происшествием. Да, доченька? Да. Поедем. Поедем? Поедем. Евгения Кокширова, Лев Сабуров. Новости на ТНТ. Накануне в Центральной библиотеке можно было не только полистать страницы любимых книг, но и получить квалифицированную юридическую помощь. Там весь вечер работала общественная приемная Федеральной службы судебных приставов. Какие вопросы больше всего интересуют горожан, узнавал Сергей Калиник. Общественная приемная Федеральной службы приставов работает в Центральной библиотеке раз в квартал на протяжении уже 10 лет. За это время приставы смогли помочь многим березняковцам. Приходят граждане. Вопросы, конечно, бывают разные, не только в сфере исполнения решений судов, но и также в других сферах. Обычно в такую общественную приемную огромная очередь. Людей собирается очень много, но в этот раз не набралось и десятка. Приставы удивляются такому равнодушию граждан. Неужели нет вопросов? Ведь юридическая помощь, тем более бесплатная, наверняка нужна многим из нас. Мы помогаем всем, чем можем. Если какие-то вопросы бывают затруднительные, либо не в нашей области, то гражданам разъясняем, что, предположим, позже с ними свяжемся и уже ответим на их вопрос более расширенно, более подробно. Посетители, которые на камеру с нами общаться постеснялись, в основном интересовались у представителей власти об исполнении того или иного судебного решения. Узнавали, как взыскать с неплательщика элементы. Как быть, если работодатель не выплачивает зарплату и тому подобное. С каждым приставы побеседовали и предложили пути решения по интересующим вопросам. Сергей Каленик, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Вчера мы рассказывали об одной неприятной истории. Напомню, в одном из дворов по улице Ломоносова благоустроители, расчищая снег во дворе, разрушили цветник, который несколько лет радовал жильцов этого двора. Груды снега и перевернутые клумбы, из которых торчат лишь застывшие корни цветов. Такую неприглядную картину Лидии Григорьевне приходится наблюдать уже не первый год. Жительница 95-го дома по улице Ломоносова вместе с соседкой и старых автошин соорудили клумбы. Разноцветные растения радовали всех жителей двора. Трактора приходят с юбилей на один, чистят. И трактора администрации благоустройства. Вот эти трактора, они очень уничтожают. Сегодня мы получили официальный ответ на запрос, кто же виноват в этой истории. В городской администрации пояснили. За придомовую территорию дома номер 95 по улице Ломоносова отвечает управляющая компания ЖУ-2. Коммунальщики, в свою очередь, вины не отрицают. Говорят, не заметили под снегом цветник. У нас подрядчики разные работают. Мы, допустим, им даем задание почистить какие-то дома. Они едут. Ну, может быть, где-то он и наехал. Бывает так, что повреждаем клумбы, что-то еще, что жители сами делали. Мы это признаем. То есть снег сойдет, посмотрим, восстановить постараемся. А жителям можно посоветовать, если видите, что во дворе работает техника. Попросите вежливо, чтобы чистили аккуратнее. Ведь ласковое слово и кошке приятно. Татьяна Александрова, Лев Собуров. Новости на ТНТ. Поселок Орел в этом году отмечает свой юбилей поселению 450 лет. В честь такого события в храме похвалы Пресвятой Богородицы пройдет торжественное богослужение. Начало литургии, приуроченной также к престольному празднику храма похвалы Богородицы, в 9 часов утра. Сразу после богослужения начнется торжественный молебен в честь юбилея поселка. Бесплатный автобус отправится в Орел в 8 часов утра от площади первостроителей с остановками ДК Ленина, Березники и площадь Елькином, город Усолье. Возвращение после окончания богослужения. Продолжу выпуск. Сегодня день рождения знаменитого березняковского поэта Алексея Решетова. И уже по традиции в этот день стартует фестиваль литературного творчества «Решетовские встречи». В этом году организаторы впервые в рамках конкурса провели турнир поэтов по стихоборью. Как это было, узнаете далее из сюжета. Уже 14-й год подряд именно в этот день, 3 апреля, собираются писатели, поэты, читатели и поклонники таланта Алексея Решетова. Вспоминают, каким был поэт при жизни. Лирик, шахтер, настоящий мужчина. Я был убитым нашим горем, и не забыл, как шпасло в горы, дыхание начало мешать. И ежегодно в этот день стартует фестиваль «Решетовские встречи». Программа фестиваля буквально расписана по часам. Тут и экскурс по памятным местам города, связанных с именем поэта, и встреча пермских и березяковских поэтов и писателей со школьниками, знакомство с литературным творчеством. Учебные заведения никогда не отказывают в таких площадках. Поэтому хотели бы, чтобы именно в дни фестиваля как можно больше читателей услышали о наших авторах. И именно такие фестивали, именно такие встречи очень важны, потому что это один из очень немногих случаев, когда читатели и писатели могут встретиться. В рамках фестиваля «Решетовские встречи» в Центральной городской библиотеке состоялся первый в истории турнир поэтов – «Стихоборье», на котором присутствовало около 40 участников. Его стихи остались, но ушел пиит, возле дворца лишь памятник стоит. Читали стихи, участвовали в конкурсах, пели песни под гитару. Поэт-прозаик Дмитрий Ценёв говорит об Алексея Решетове как о человеке личности, ярком таланте. Если он как ангел смотрит с ним, я думаю, ему приятно. Самое главное, что приятно тем людям, которые здесь встречаются, поддерживать эту память, поддерживать друг друга. Я думаю, вот это было бы для него вообще самое приятное, чтобы вокруг его имени сплочались люди вообще по интересу к поэзии, к творчеству. Турнир состоял из нескольких конкурсных заданий. Одно из них – это написание акростиха Решетову, такое стихотворение, в котором первые буквы каждой строки составляют особый текст. Еще одним заданием стал конкурс «Палитра», в котором березняковские поэты искали оттенки в творчестве Алексея Решетова, а также читали его стихи. Ну а сегодня участники фестиваля после экскурсии по знаковым местам, связанных с именем поэта, принесли к памятнику Решетова живые цветы. Екатерина Золотарева, Сергей Коленик, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Апрельская премьера. Березняковские артисты вновь приглашают горожан оценить новую постановку под названием «Вождь краснокожих», поставленную московским режиссером. Березняковские артисты больше месяца работали над веселым спектаклем. Здесь будет все – неавантюрный сюжет, неожиданная развязка и искрометная игра актеров. Премьера состоится уже в эту субботу. Зрителя ждет веселый час, проведенный в театре. Это спектакль для всей семьи. То есть могут прийти дети вместе с мамой и с папой и чему-то научиться, над чем-то посмеяться, увидеть себя в каких-то персонажах, узнать какие-то знакомые ситуации. Разбежались до финала. В Березняках завершается конкурс вокалистов «Разбег». Но главная интрига еще впереди. Кто, по мнению зрителей, стал лучшим исполнителем и кого выберет жюри, станет известно на галоконцерте, который состоится уже в это воскресенье. Концерт наш будет посвящен итогам всех, наверное, конкурсов. И будут приглашены все участники «Разбегов» за все это время. Их очень много, и я думаю, что это будет приятная встреча. Пятый по счету и последний в своем роде «Разбег» завершает свою работу. В отличие от предыдущих, в нем могли участвовать те, кто когда-то уже был в проекте. По-прежнему лучший вокалист будет выбран по мнению зрителей и членами жюри. А за главный приз «Путешествие» в этот раз борется одна из команд, на которой поделены вокалисты нынешнего конкурса. Кстати, эти имена уже известны, но пока держатся в сражайшем секрете. Приходите 6 апреля на концерт и все узнаете. Ждем вас на концерте! Сегодня четверг, и традиционно пришло время рубрики «Хочу сказать». В очередной раз наша съемочная группа принимала поздравления и приветы от позитивных жителей города в торговом центре ЦУМ. Какие послания отправили березняковцы на этот раз, расскажет Татьяна Александрова. Самой смелой участницей нашей позитивной рубрики «Хочу сказать» стала эта улыбчивая девочка, которая с помощью телекомпании ТНТ отправила поздравления своей любимой бабушке в ее день рождения. «Я хочу поздравить с днем рождения мою папулю Шелгачеву Ольгу Ивановну. Папулечка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья и долголетия. Я тебя очень люблю. Спасибо, что ты есть». А вот эти поздравления мужчина отправил сразу двум любимым женщинам. Нет, он не ловелас. Таким необычным способом Вячеслав поздравил свою маму и свою любимую женщину с днем рождения и днем ангела. «Я хочу поздравить свою маму с днем рождения. Желаю счастья, личной жизни и здоровья, и счастья, и успеха во всем. И еще хочу поздравить любимую Ладу Ладушину с днем ангела. Ладушка, я тебя сильно люблю. С днем ангела тебя, любимая». Завершили наш вечер приветов и поздравлений эти жизнерадостные девочки. Их послание прямо сейчас. «Я хотела бы передать привет своим друзьям Кире, Лёве, Оле, Мише и Кате Султановой Яне Султановой. Я тоже хочу передать привет Яне Султановой и Кате Султановой. Привет!» А мы по-прежнему напоминаем, что рубрика «Хочу сказать» работает именно для вас. Каждую среду в 6 до 7 вечера наша съемочная группа ждет самых активных и доброжелательных людей в торговом центре ЦУМ у Фонтана. Приходите и подарите своим близким людям частичку тепла с помощью ТНТ «Березняки», почувствуете нашу любовь. Татьяна Александрова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго и спасибо, что нас смотрите. Прогноз погоды представляет климат-маркет «Технологии климата». Только в марте. Японский кондиционер «Дайкин» за 4000 рублей в месяц. «Технологии климата». Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету «Агроснаб». В Березняках 4 апреля облачно, временами мокрый снег. Температура воздуха ночью 0, минус 1. Днем плюс 2, 0 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. В пятницу солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Учим таблицу деления. Японский кондиционер «Дайкин» в рассрочку на 6 месяцев. «Технологии климата». Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2. Территория «Агроснаб».